Еще один человек сейчас появится перед вами, который, во-первых, журналист, а во-вторых, такой автомобильный журналист, я бы так назвал, корреспондент авторевью, Сергей Знаемский, он будет рассказывать про дороги, которые мы выбираем. Слеж, привет! И это последняя презентация. Да, это последняя презентация, потому что у нас должен был быть еще один спикер, Андрей Будько. Но вот если Андрей здесь появился, то мы будем рады, а если нет, то в следующий раз. Ну а пока выступление Сережи. Сергей, если нужно, несколько вводных слов, то микрофон в том распоряжении, ну и презентация в общем тоже. Привет, правильно все-таки Знаемский? А, да, прости. Все путают. Я действительно автомобильный журналист, моя работа рассказывать об автомобилях, и чаще всего меня спрашивают тоже об автомобилях, поэтому я не буду об этом сегодня говорить. Потому что по проществии времени автомобили стираются из памяти, а остаются дороги. Поэтому поехали. Сегодня я хочу рассказать о дорогах, которые привлекли мое внимание. Я оказался мне любопытным. Я довольно много где побывал благодаря своей работе. Благодаря своей работе. И кое-что увидел. Дороги бывают разные, ведут в никуда. Такое бывает. Например, в Ирландии есть дорога, которая проходит по дну пролива. На одной стороне село, на другой стороне тоже село. Другой дороги между ними нет. Два раза в сутки вода сходит, люди переезжают, стоят даже знаки, проходят пешеходы, лецептикисты. Потом все заново затапливают. Я думаю, если бы дело было в Москве, заасфальтировали бы. Это тоже дорога по дну Аральского моря. Воды здесь нет уже лет 30. В этом, кстати, виноваты люди. Это техногенная катастрофа. Сейчас там добывают нефть. Впечатляет больше всего, что от порта до воды сейчас от 80 до 200 километров нужно ехать практически целый день. Но вода осталась. Море есть. Очень соленая. Я купался. Можно сидеть. Рыбы нет. Мне попало в рот. Впечатление было такое, как будто приглотил петарду. Похоже на курорт, но там ничего сделать невозможно. Это тоже дорога по дну реки. Часто в горах, это республика Алтай, часто в горах ручьи это единственное место, по которому можно ровно проехать. Километр этого пути, я помню, мы шли 3 часа. Представьте себе два региона страны, между ними только одна дорога, это перевал Бугузум. Вообще в горах Алтая очень красиво, и вот такие дороги используются каждый день. Я лично видел, это, конечно, постановочный кадр, я лично видел, как один крестьянин ездит по этой дороге на тракторе. Еще он рассказывал, что возят прицеп с дровами. Мне было страшно стоять там. У нас есть река в городе, но мы не всегда понимаем, что такое мост. В горах это ощущаешь по-новому. Один мост нам пришлось достроить своими руками, а мне рассказывали местную историю, как поехали рыбачки на другой берег. Утром мост смыло, просидели с машиной 3 месяца, ждали вертолетом. Честно, прилетел, машину уронили. Я почему рассказываю про Алтай? Потому что там построили вот такую дорогу. Взрыв, прошли, срезали горы, проложили скоростное шоссе. 20 километров 4 миллиарда рублей при бюджете самой республики в 9 миллиардов. Эта дорога ведет к единственному дому. По документам это база отдыха компании «Газпромнет». Насколько я знаю, это очередная резиденция, вы сами знаете, кого. Нет другого саду. Дороги мне обычно запоминаются теми местами, куда они приводят. Это бывший советский пансионат из Тесу на Южном Кавказе. Это Азербайджан, Армения. Здесь 20 лет назад, в середине 90-х, была война, Карабахский конфликт. Сейчас там развалины, там лечили минеральными водами, термальными источниками. Печальнее всего, что ни снаряды, ни взрывчатка в ходе боя сюда не попали. Это все сделали люди из мести потом. Одна сторона все взорвала, это сожгла и уничтожила, чтобы противники сюда не вернулись. И особенно больно смотреть на все это, потому что дороги там, от которых захватывает дух. Ты едешь по горной дорожке, рядом гейзер, вот этот гейзер прямо у дороги находится. Там чистейшая вода, чистейший воздух. До сих пор остались купели, в которых можно у дороги остановиться, искупаться, поехать дальше. И брошенная военная техника. Это еще одна печальная дорога. Это центральный проспект города Акдам. Кто постарше, может быть, помнит и этикетку, и даже цену. Бортвейн. Бинзавода нет, города тоже нет. Та же самая Карабахская война. Осталась только мечеть. Говорят, мин тоже нет. Мы были все в порядке. Военные дороги вообще срывают крышу. Это дорога в узбекской пустыне. Вокруг на 300 километров в любую сторону нет ни одного человека или жилья. Дорога начинается в середине пустыни, через 20 километров заканчивается в никуда. Все, военная советская армия построила. Так выглядит гражданская дорога в Казахстане. Между прочим, это трасса европейского значения, где-то в Средней Азии, в Европу, через Россию. В центре когда-то был асфальт. Сейчас проще ехать по обочине, там меньше трясет. Вот этот бедолага сломался на этой трассе. Заклинило двигатель. Его напарник поехал на попутки за 200 километров в город Арахис. Там сел на поезд, поехал два дня в Ташкент. Убил деталь, он неделю ждет его на трассе. Мы немножко помогли, но вскоре мы смогли бы. В Россию ехали из Хакасии в Кемерово через тайгу. В какой-то момент выехали к жилым домам из леса густого. Когда мы спросили, ребята, это турбаза, нам сказали, мужики, это зона. Оказалось, это исправительно-трудовой лагерь. Мы с внутренней стороны шланг-балла. Немножко юмора в концовке. Это способ перемещения. Из него убирают задний диван, облегчают трансмиссию. Лично я видел, как из такой машины тринадцать человек вылезут. Ничего. Переезжают через границы. Не знаю, рутынский актер Арландо Громбер знает ли, что он рекламирует что-то в Армении? По-моему, это безопасность дорожного движения. Но все не потому, что он не пристал, он на такой перстень. Арландо не очень понимает, где сейчас находится его тело. Это я называю 50-процентная тренировка. Дороги бывают разные. Ведут в никуда, но это же бывает. Но дороги строят люди. Перемещаются по ним тоже люди. Выбирают их тоже люди. И думайте, выбирайте свою дорогу, смотрите в оба и решайте, с кем вам будет идти. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ